Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро и будет тебе счастье и море бабла. Да, да, заходите, стучитесь, заходите, конечно, набережный крюкал канал, да, вот, по-моему? Да, все верно, здравствуйте. Вы так интеллигентно постучались, прям никто никогда так не делает, прям какая-то новая история. Я всегда стучусь. Это, знаете, сразу, просто обычно стучаться там, ну, куда-то в дверь, да, не знаю, в дом там или в какой-то кабинет. Я вот думаю, может, мне нужно еще, знаете, такой откатной коврик. Я просто был случай, я как-то тоже к таксисту садилась в машину, он уснул, и поэтому я стучусь и до конца, чтобы сразу отреагироваться на... Ну, я аккуратно, чтобы стекло не разбили. Спасибо. В нашей профессии это бывает, потому что люди работают много, особенно если ночные смены, да, и вырубают. Мне уже хочется вас похвалили за то, что вы хотя бы не с перегаром, у меня был прикол такой, что я как-то садилась в машину, это реальная история, и он был пьяный. Много выпили? Я ее вообще не бью. Ну, он хорошо мне довез. Жестко. Да, и окна открыл, чтобы это не воняло. Так что он обо мне позаботился некоторого рода. А вот о себе он явно не позаботился. Я на самом деле таких людей не понимаю, зачем рисковать очень много чем, да, правами, штрафом, там, блокировкой. Вот вы, например, взяли бы, написали на него в Яндекс, да, что водитель пьяный, и все, его бы как бы заблокировали навсегда. Он бы никогда не смог работать. Ну, он не осознался, что он пьяный, но было очевидно по запаху, хотя я вел он идеально хорошо. Я не знаю, может быть, это уже опыт у него какой-то. Ну, мне тогда просто такси оплачивали, я как бы, без проблем. Ну, вот то, что я очканула маленько, да, из-маленько, ну, 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 это жестко, я могу сказать, вот, как бы я не относился к братьям-таксистам, это прям, ну, вообще. А вы давно уже ездить? Ну, я имею в виду, даже, когда права получили, когда вы работали, стали таксистом, сколько все. Права я в 2005-м получил, то есть уже будет 20 лет, да, через пару лет, вот. А такси я работаю уже седьмой год. Ну, довольно-таки много. Да, 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 я уже, можно сказать, ветеран. Многие бы со мной не согласились, те, кто по 20 лет в такси, но, скажем так, в современных условиях, когда для многих такси это временная работа, и когда человек, ну, там, задерживается на этой работе больше, там, не знаю, двух-трех лет, это уже, мне кажется, можно считать ветераном, тем более вы должны понимать, да, что пассажиры разные, и работа специфическая, не всем подходит, и... Короче, все нормально, у меня седьмой год работы, все хорошо. Надеюсь, вожу тоже нормально, как-то пьяненький, и товарищ, не хуже, чем у вас, это как подработка, или... Не, не, это основная работа. Ну, я так подумала, что раз вы хорошо уходите, и добро уже эту могу не беспокоиться с вами кататься. Не, я такая, ну, а что обычно, беспокойство, ну, кроме этого случая? Нет, просто что, хотя бы уверена, что все нормально. Да, не переживайте нам ехать тут, ехать совсем чуть-чуть, это же вам не в Владивосток. А, и ездите вот на дальнее расстояние, выдерживаете в дальней поездке? А, летом ездил два раза в Москву туда и обратно одним днем, и очень горжусь тем, что я прям справился. Хотя, я кофе не пью, пару рыбов у меня было и туда, и туда, потому что, конечно, есть определенный нюанс, так и 8 часов ехать. Вот, ну, я справился. На энергетике это плохо. Да плохо, я согласен, кофе я не пью. Ну, там надо было быстро вернуться именно одним днем, поэтому по делам ездил, вот, и, собственно говоря, это самое дальнее расстояние, которое я ездил, вот, без, скажем так, без остановки, без ночевки, вот я про это имею в виду, да, то есть, там, куда-то там где-то переночевать, обратно ехать. Есть любители, которые ездят в отпуск на юга на машине по двое суток, там, по трое на тачке. Я вот, честно говоря, небольшой любитель, но какие-то в пределах, там, не знаю, тысячи-полторы километров, я думаю, что я вполне себе... А почему вопрос? Ну, и из любопытства, из того, что как раз вы про Москву сказали, и я могу вам предложить некую халтурку. Халтурку? В плане, в плане, что я могу вам оплатить поездку, в плане, ну, как, мне довезете до Москвы? Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Дарья, меня Евгений зовут, очень приятно. Дарья, я вам сразу могу сказать, дешевле будет на самолете или поезде. Это не дешевое удовольствие, правда? Ну, я могу себе позволить, я предприниматель и довольно экономно живу. Но поездка для меня важна, мне нужно именно к врачу и с ребенком, и поэтому там все очень серьезно, на операцию, и мы вот хотим с комфортом доехать, чтобы нам было очень удобно. А самолет, поезд не рассматриваете, да? Нет, не рассматриваю. Довольно маленький, и там все это-то нет. Блин, ну вот, правда, Дарья, это будет стоить прям, ну, прям реально денег. Ну, вот правда. Вот сколько вы закладывали, вы мне скажите, я скажу. Ну, я могу вам 100 тысяч заплатить. А-а-а. А вы уверены? Да. Я располагаю такими финансами. 100 тысяч, это интересно, Дарья. Ну, а когда вы хотите ехать? На этой неделе. На этой неделе. Мне бы хотелось поточнее, просто в пятницу. Пятница, это уже послезавтра у нас, да? Окей, ну, давайте, давайте хорошо. Как говорится, что тут 100 тысяч на дороге не валяются. Да, давайте как раз я хочу записать ваш номер, чтобы, давайте. Подпишите, Дарья. Ну, я сначала номер мне нужен. 8-920. Хорошо, это самое. Звонимся тогда завтра, да? Да. Лучше, конечно, сегодня еще подтвердить. Ну, лучше записаться, потому что я много работаю, и лучше на WhatsApp. Ну, хорошо. Ну, смотрите, блин, точно, 100 тысяч все-таки. Ну, 100 тысяч, смотря за эту сумму вы готовы туда и обратно? Да, нет, туда и обратно. Отлично, все идеально. Ну, все, хорошо. Вы же там не сильно долго будете. Ну, мы надеемся, что не все, все правильно, мы оттуда и обратно. Ну, все, хорошо, нам следует. Хорошо, договорились, как прекрасно. Еще и я тут недавно болела, сейчас осень, на лекарства нужно столько денег. Да, да. Погорожала все. Да, и скидки не особо помогают, потому что там лекарств больше, пока бы не копила эти баллы и прочее в разных аптеках. А, да, 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 да. Я часто осенью тьмы болею, и иммунитет слабый. Я тоже. Странно, так как я витамины все приму. А я после ковида, я переболел ковидом два года назад, просто жестко. Я в прошлом году болела ковидом. Очень жестко переболел, и в итоге, после этого у меня иммунка посыпалась, и я стал чаще болеть простудными заболеваниями. Вот, приторможусь здесь, ладно, где самокат стоит. Так, по безналу я рассчиталась с вами за поездку. Да. Ой, вы знаете, я сейчас хотела за лекарствием в аптеку сбегать, а деньги забыла на работе. Сейчас только что проверила, сейчас еще получше поищу. Может быть, у вас будет занять денег на лекарства? У меня занять? Да. А сколько вам надо? Ну, сейчас все подорожало, не знаю, 10-15 тысяч. Дарья, я все понимаю, но у меня, к сожалению, нет с собой таких денег. Я дома, а с прошлой смены все оставил, я даже на размин себе забыл взять, поэтому... Я бы вам потом за Москву побольше бы заплатила, как раз, за лекарства будем давать. А, ну, то есть, типа 110 или 115. А, ну, ясно. Да, ясно. Да, я, ну, правда, нет, даже смотреть не буду, точно знаю, что нету, я, к сожалению, не смогу вам помочь. Может быть, вы дома у себя посмотрите. Я знаю, что дома лекарства закончились, и денег у меня там нет, я держу их в офисе, на работе, в сейфе. Так как в сейфе надежнее. Понятно. Я очень торопилась, по всей видимости. Ну, я, к сожалению, вам тоже... Как-то очень неловко, что я так рассеянно вроде как, серьезно. Да, да, да. Да, ну, что, вызовите заново такси и на работе. Работу съездите, там, чего. Одно, извините, с вами списываться, и все равно вам нужны будут деньги, чтобы... Ребен на это больной дом останется без лекарств. Ладно, завтра. Хорошо, до свидания. Хорошо, счастливо. Сюда. Началась... Цыганская дочь волшебный у вас, что это было? Ну, что это, парни, за цыганщин, это я по непонятнему. Ну, конечно, у меня есть и 10, и 15 тысяч, но это, что за бред вообще. Давай поедем за сотку в Москву, но нет денег на лекарств. Так не люблю вот эти темы. С одной стороны, это, ну, блин, ну, прям... Ну, вот тяжело же, да, пройти это в переходе, там, мимо, там, одноногих, одноруких. Вот эта вся история, это реально как серпом по яйцам. Вот, ну, ну, на это и расчет, видимо. Не-не-не. Со мной такие темы не прокатывают. Это точно. Это, блин... Ну, есть люди, которые умеют просить деньги, как говорится. Я не из таких. Ну, то есть я просил деньги, но, видимо, не сильно умею это делать. А поэтому мне не часто дают. Вот, но... Не надо на меня так смотреть. Не надо. Типа, женек, что ты за хладнокровное животное? Почему не помог девушке? Ребенок больной. Вот тебя бы не убудет. Сидишь весь лощеный. Тролевали, сапоги, сандалии. Чё, десятку зажал? Да хер знает, друзья мои. Ну, вот, вы же понимаете, я дал эту десятку. И в очередной раз смог бы убедиться в том, что... Сами знаете в чем. Поэтому мне проще было, если бы я, ну, вот, в душе бы принял решение отдать ей эти деньги. Просто, блин, смириться с тем, что я просто дарю ей эти бабки и все. Даже можно было, ну, блин, не знаю. Ну, не знаю, ну, чё делать в таком случае. Вот, напишите, вот, чё делать. Давать, не давать. Вот что? Ну, как, ну, как быть? Вестись на это, не вести. Вроде так все хорошо, да, ну, вот, как бы. А потом хлоп, да, телефон не отвечает. Или, ой, мы в Москву завтра не едем, поедем послезавтра. Давайте звонимся на следующей неделе. И потом это десятка, через пару-тройку месяцев. С нашей-то инфляцией превращается... Вот в такой... В общем, можно будет купить себе. Можно будет купить себе. Можно будет купить себе что-нибудь типа коробка спичек. Я даже не знаю, спички-то продаются сейчас в коробках или нет. Короче, ладно, чё я тут так пять раз квакался. Не знаю. Вот чувствую себя не очень сейчас. Такой осадочек типа не помог. Вот я типа говна кусок. А с другой стороны, я думаю, я ещё пару часиков покатаюсь с этой мыслью. И подумаю, что как я всё-таки правильно сделал. Потому что я что? Нет, почему что? Что я несу? Потому что я кто? Продуман. Ладно, пишите. Чё уж там. Пишите. Пишите. Только лучший таксопарк. Только таксихайп. Ждём именно тебя. Ватсап и телеграм в описании. Приходи, подключим тебя за три секунды. Выводить будешь бабки. Когда захочешь. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова